Это уже не первая домашняя игра для игроков клуба Енисея СТМ. Они и составляют основной костяк нашей сборной. В прошлом году состав русских медведей был другим. Тогда на Мадридском стадионе регбисты потерпели одно из самых болезненных поражений от испанцев со счетом 20-43. Теперь время отыграться и улучшить показатель в турнирной таблице. Игра должна быть зрелищной, уверен Артем Хандюк. Поболеть за русских медведей на трибуне он пришел впервые. Я смотрел и болел за командой Енисея СТМ в матче против брифа французского. Ну, я надеюсь, что российская команда покажет себя уверенно, жестко и что они дадут отпор испанцам. Счет был открыт на 10-й минуте. Испанский игрок точно выполнил штрафной по центру ворот и принес команде три очка. В ответ Россия ответила серией мощных атак. Над 15-й и 30-й минуте забиты две реализации. Испанцы ответили штрафным на последней секунде первого раунда. На перерыв команды ушли со счетом 14-6. Сочинские болельщики активно поддерживали нашу сборную. Регби уже для города Сочи – это традиционный вид спорта стал. В прошлом году мы открыли отделение в регби городе. У нас уже 50 ребят занимаются. Планируем, что в этом году мы увеличим до 100 человек, занимающихся. Огромнейший интерес со стороны горожан к этому виду спорта. Мы благодарим организаторов за то, что они выбирают площадку именно город Сочи. Во втором раунде российские регбисты продолжили противостояние. Больше пришлось работать в защите. За пять минут до конца матча из-за нескольких российских ошибок испанцам удалось обойти «Медведей» на три очка. Но ненадолго в завершении встречи сборная России вырвала победу. Счет игры 22-20. Теперь команда Александра Первухина набрала 17 очков и поднялась в турнирной таблице чемпионата Европы на третье место. Впереди еще две домашние встречи. 13 февраля русские «Медведи» сыграют с регбистами Германии. А в марте нам будет противостоять сборная Грузии. Вход на матчи свободный.